Очередной груз с гуманитарной помощью совсем скоро отправится в зону проведения специальной военной операции. Активисты Народного фронта совместно с неравнодушными жителями города и области собрали для военных и мирных жителей ДНР и ЛНР продуктовые наборы. Хотелось бы сказать, что груз, который поступает с родных мест, он очень нужен бойцам. Хотя они говорят, что у нас в принципе уже есть, что покушать и все остальное. Но когда они получают именно весточки с родных мест, это согревает их душу и тело. В сборе гуманитарного груза также приняли участие представители бизнес-сообществ. Они обеспечили учащихся Самарского колледжа сервиса производственного оборудования материалом, из которого были изготовлены универсальные печки-буржуйки. А также закупили балаклавы, термобелье и много других полезных вещей для наших бойцов. Нам отрадно, что у нас молодежь откликнулась на наш порыв. Мы предоставили материал необходимый, металл. Они уже со своими педагогами разработали сами и реализовали 20 печей. Печи сделаны грамотно, позволяют как сушить одежду на них, приготавливать пищу, так и обогревать помещения, в которых они будут находиться. Отправлять ценные и крупные по объему посылки общественникам уже не впервые помогают подразделения Росгвардии. Понимая всю важность благотворительной миссии, они стремятся в кратчайшие сроки доставить гуманитарные грузы до места назначения. В рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» представители Народного фронта проводят работу в Самаре, Самарской области по оказанию помощи военнослужащим, сотрудникам, мобилизованным своим землякам. Мы выражаем им огромную благодарность за их жизненную позицию, за огромный вклад в благотворительную миссию. На этот раз среди большого количества вещей есть особенные подарки. Сегодня вместе с гуманитарным грузом к нашим военнослужащим отправятся еще и письма, написанные учащимися Самарского спортивного лицея. Вот, например, одно из них. «Видите, как звезда падает? Я бы хотела, чтобы вы загадали желание на эту звезду, чтобы у нас была спокойная и мирная жизнь». Трогательные подарки, подготовленные детьми, не впервые отправляют нашим бойцам. На этот раз акция приурочена ко дню Росгвардии, который традиционно отмечают 27 марта. И если печка-буржуйка поможет военному согреться и приготовить ужин, то теплые строчки из письма, написанного детской рукой, обязательно согреют душу. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.